Укус любой собаки, даже самой маленькой, достаточно болезненный. Но существует ряд пород, челюсти которых при укусе сжимаются так, что способны раздробить кости и нанести другие опасные повреждения человеку, да и не только ему. Для определения силы собачьего укуса или сжатия челюстей используется обозначение в атмосферах. Ранее силу сжатия определяли при помощи соснового бруса. В современном мире есть специальное приспособление на рукавник со специальным датчиком. Кангал Первая в рейтинге собака породы кангал. Это сторожевая порода псов, выведенная на просторах Турции. Основная задача животных – охрана от оровец от нападения диких животных, таких как волки и медведи. В древности этих собак использовали для охоты на львов, и неудивительно, ведь сила сжатия челюстей собаки феноменальная и составляет 176 атмосфер. Но несмотря на впечатляющие данные, собаки породы кангал лояльны к детям, обладают уравновешенным характером и устойчивы в психологическом плане. Английский мастиф Английские мастифы – это настоящие гиганты. Они являются самыми крупными среди всех мастифов. Эти гиганты использовались для охраны территории и имеют силу сжатия челюстей в 131 атмосферу. При этом это покладистые питомцы, которые при надлежащем воспитании могут стать настоящими няньками для маленьких детей. Но все же стоит помнить, что у английских мастифов бойцовское прошлое, и они могут без проблем перекусывать толщину человеческих костей. Но правильная воспитанная собака никогда не нападет первой. Эти огромные, достаточно спокойные и уравновешенные англичане будут загонять злоумышленника в глухой угол и сторожить до прихода владельца. Волкодавы Помесь пастушьей собаки и волка наделила волкодавов специфической внешностью, мощной хваткой в 96 атмосфер и достаточно непростым характером. Для содержания в квартире или частном доме без вольера такие собаки не подходят. Ротвеллер Эта порода, полученная в ходе племенных работ немецкими селекционерами, обладает выносливостью, огромной силой и интеллектом. Коренастые на вид ротвеллеры первыми из всех собак начали использоваться в полицейской службе, помогая ловить и задерживать злоумышленников. Сжатие челюстей происходит с силой в 77 атмосфер. Дополняются такие качества отсутствием страха и отсутствием реакции на боль. Характер ротвеллеров непростой, но их физические данные действительно впечатляют. Заниматься дрессировкой щенков этой породы необходимо с самых первых самостоятельных дней. Рекомендуется отдавать таких собак на специальную подготовку под руководством профессионального кинолога. В противном случае взрослая собака становится неуправляемой и может проявлять агрессию даже по отношению к домочадцам. Гиеновая собака Гиеновая собака проживает в Африке, чаще встречается в Танзании, Зимбабве, ЮАР, Борцвани и на Мозамбике. Это стайные животные, относящиеся к семейству псовых, являясь самыми близкими родственниками красного волка. Гиеновая собака является облигатным хищником, чем отличается от других представителей семейства псовых. Сжатие челюсти гиеновой собаки составляет 75 атмосфер. Любители экзотики берут в дом маленьких щенков гиеновой собаки и воспитывают как обычную собаку. Это вполне возможно, ведь щенки еще совсем маленькие, а вот взрослую особь приручить вряд ли удастся. Американский бульдог Среднего размера псы обладают мускулистым